здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы свяжем девчонки жилет сверху вниз без швов с погоном кто не разобрался вот у меня синий жилет есть реглан погон погон реглан в общем с погоном были там комментарии не очень не всем понятно этот же свяжем и просто лицевой гладью подробно кто даже ни разу не вязал погон разберется на этом видео подробно и научиться и вам научиться и далее вам уже это не будет составлять никакой никаких проблем так и так 10 10 петель я сейчас я запишу 10 петель 10 петель 10 с половиной сантиметров я записала плотность вязания и так спицы у меня толстые девчонки одно удовольствие это 10 миллиметров я вот в конце я скажу сколько времени займет у меня этот пловер вот пряжу я звала такую ярнарт акпина ангора большие такие мотки по 150 граммов в составе у нас 20 процентов шерсть 80 процентов акрил 150 граммов моток 150 метров то есть в 100 граммах это 100 метров вот так спицы 10 миллиметров сказала и плотность 10 петель это 10 с половиной сантиметров окружность горловины у меня я посчитала будет 40 сантиметров так вот такой вот образец я связала попробовала такой вот крупной вязкой будет самое то для начинающих я сейчас образец распускаю и мы начинаем вяжем сверху вниз так связать вы сможете на любой размер все будете мерить на себя вот поэтому начинаем с горловины я беру из расчета 40 сантиметров это оптимальная такая горловина она должна быть свободной не слишком свободной но и не тугой поэтому если вы вяжете сильно большой размер что я сомневаюсь можете добавить и петель 5 я набираю 38 петель на одну спицу 3 4 5 6 4 5 6 7 8 так итак я набрала 38 петель и еще одну дополнительную 39 для чего сейчас я замыкаю в кольцо и вот эту вот 39 здесь мы контролируем чтобы все у нас было по кругу вот что я сделал мне же нужна эта петля последняя последнюю петлю я одеваю как бы через нее продеваю первую ничего ничего вам не видно это понимать так вот она так 39 и вот эту последнюю петлю здесь нужно сделать узелок чтобы она не распускалась мы эту последнюю петлю переодеваем на левую спицу и честно через нее продеваем первую петлю то есть у нас по сути 38 петель в работе будет это 39 у нас сюда оделась тем самым мы соединили это все дело теперь вяжем лицевыми петлями по кругу где-то высоту пять шесть сантиметров не больше не затягиваем свободненько вяжем лицевыми петлями так провязала я 10 рядов всего высоту сейчас я вам измерю сколько это получается высота я говорила 7 сантиметров но здесь больше конечно где сейчас на данном этапе 9 но она здесь вот раздастся в стороны 9 сантиметров в данную минуту здесь у нас вот 20 то есть 40 как я и хотела вот теперь я сделала из ниточку такие вот импровизированные маркеры потому что на спицы 10 миллиметров маркер классический не подойдет и рисуем значит здесь у нас 38 петель которые мы разделяем у нас на погоны 4 здесь 15 здесь 15 что мы делаем девчонки значит я вот смотрите я провязала нить набора у меня здесь вот это была спинка я провязала до половины сюда чтобы передняя деталь у меня была как бы отсюда мы начинали вязать чтобы потому что это перень будет мы от него как бы пляшем чтобы не было вот этот стык на передней детали значит я сейчас просто произвольно возьму первый погон намечу а второй же у нас будет значит тут у нас 4 петли вот мы отмечаем первые погоны так вот такими ниточками я это делаю потому что маркер я же говорю 15 петель я отсчитываю спинка раз раз два три пять шесть семь пятнадцать второй погон по 4 петли так теперь проверим здесь раз два три четыре пять шесть семь пятнадцать все правильно теперь мы вяжем незаконченными рядами нам нужно пока не в круговую нам нужно сделать росток что мы делаем вот у нас передняя деталь там где нет ниточки вот на этом и и ориентируемся это передняя деталь вяжем завязываем одна петля перед маркером мы из нее вывязываем 3 1 2 3 и вяжем дальше 4 петли погона и первая петля после маркера тоже вывязываем 3 петли из нее то есть мы добавляем 2 петли в начале и в конце вязания так здесь вот до второго погона мы довязываем петля перед маркером из нее мы делаем снова 3 и из петли после маркера мы делаем тоже 3, 4 4 петли погона здесь из петли 1 2 3 здесь мы провязываем одну петлю и поворачиваемся делаем воздушную петлю для того чтобы потом присоединить это все и вяжем изнаночный ряд просто изнаночными петлями эти три петли мы провязываем те которые мы добавили дополнительные так первый погон у нас тут мы сейчас возвращаемся к вот мы пошли вот так вот здесь делали добавление добавление прошли сюда добавление добавление и здесь вот мы провязали одну петлю и повернули сейчас мы вяжем изнаночный ряд никаких добавлений мы не делаем то есть нам нужно пройти провязать оба погона и вернуться к передней детали вот сюда сначала вот уже второй маркер ну вернее второй погон и так здесь после после второго погона мы уже находимся смотрите на передней детали потому что спинка у нас осталось там здесь мы провязываем 1 2 3 вот эти петли добавления и еще одну провязываем из основного вязания и поворачиваем здесь вот мы вот эти петли добавления провязали и еще одну по одной здесь вот вы провязали и от этой одной мы вернулись на лицевой ряд которые мы будем сейчас добавлять делаем тоже воздушную петлю и вяжем опять же довязываем не вернее не довязываем до маркера одну петлю делаем из нее 3 пусть провязываем 4 петли погона из первой петли после погона делаем 3 петли спинки снова второй погон вот четыре петли погона эту и эту петлю по краям от погона мы делаем 3 3 4 петли погона здесь вот смотрите мой до петли до конца вернее до воздушной вот этой вот петли не что мы делаем мы теперь передвигаемся еще на одну петлю вот основном одни вязание мы вот эту петлю с основного вязания меняем местами с дополнительной ставим ее под поверх воздушной и провязываем их вместе тем самым мы делаем вот такой вот красивое присоединение и поворачиваемся то есть мы по сути добавили еще так здесь мы сделали добавление добавление и вот мы уже еще на одну петлю передвинулись и вернулись снова на изнаночный ряд который мы которым мы просто вяжем здесь опять же вначале мы делаем воздушную петлю вяжем просто изнаночными рядами вот здесь вот уже хорошо видно где у нас воздушная дополнительная вот нам нужно вернуться сюда так здесь вот мы вяжем пока не упрёмся в эту воздушную дополнительную петлю вот она ее видно потому что после нее идет дырка теперь мы тут опять же одну петлю с этого берем еще одну петлю с основного вязания меняем ее местами с дополнительными только теперь в изнаночном ряду у нас она идет сзади то есть поверх все равно она поверх воздушной петли вот в лицевом ряду получается вот так вот и поворачивается понятно вот мы довязали сюда еще одну петлю провязали с воздушной и повернулись теперь снова лицевой ряд и снова мы делаем добавление вяжем по спинке до второго погона делаем эти добавления а здесь уже у нас будет опять же делаем воздушную петлю этим вот плеча уходим сюда в горловину перемещаемся сюда как бы таким образом мы формируем по сути вот это вот углубление горловины все оно у нас вывязано цельно вязаная красивая вот так сделаем добавление в лицевом ряду маркера тоже добавление и теперь мы уже на передней детали и по ее легко вычислить вот не запутайтесь потому что вот спинка у нас а вот на передней детали вот они дырки их видно кстати мы вяжем до дырки по сути вот она петля видно основного вязания вот это вот дополнительная снова мы меняем ее местами со следующей чтобы петля основного вязания у нас была поверх дополнительная и провязываем их вместе и опять смотрите у нас все очень красиво получается и теперь мы провязываем мы сейчас не поворачиваем мы провязываем еще одну петлю со основного вязания получается что у нас здесь две петли одну пресс за одну присоединили и потом еще одну про привязали и теперь только мы возвращаемся то есть теперь у нас была одна одна и две теперь петли возвращаемся вот возвращаемся я уже погнала вязать дальше изнаночный ряд вяжем по сути круг вяжем не задумываясь вот до следующей дырочки по кругу так вот я довязала смотрите теперь снова я петлю из основного вязания меняю местами только снизу она в изнаночном ряду провязываем вместе и провязываю еще одну петлю то есть опять же здесь у нас опять же две петли в изнаночном ряду мы продвигаемся на две петли и далее уже следующий ряд таким вот образом у нас идет круговой далее мы вяжем круговые ряды сейчас я вам все покажу так поворачиваемся и теперь уже вяжем лицевой круговой ряд уже теперь мы будем чередовать в одном ряду мы будем добавлять две петли а второй ряд мы вяжем без изменения по сути пока мы опять же вяжем до вот этой дырки наши так называемой вот она на передней детали делаем добавление дошли дошли до дырки теперь мы делаем то же самое меняем местами провязываем вместе но теперь мы уже продолжаем круговое вязание мы вторую идем по второму кругу и здесь мы не делаем добавление так вот она воздушная петля мы ее провязываем вместе с лицевой и все здесь у нас незаконченных рядов мы соединили все вязание незаконченных рядов больше не будет вот кстати здесь у нас почему-то да толстая пляжа дырочки все таки есть мы посмотрим после в то если чё если будут то прихватим иголочкой с ниточкой в том тоненькой а может и оставим может нам понравится видите мы просто провязываем лицевой петлю далее продолжаем таким вот образом через ряд делаем добавление и вяжем пока у нас плечо не достигнет нужного нам размера у нас образуется много петель сейчас вот не пугаемся вяжем на данном этапе девчонки вот смотрите я провязала должно быть все видно вот наша передняя деталь вот скорее всего я так предполагаю что нам придется здесь корректировать это не не самое страшное это издержки толстой пряжи здесь мы определяем размер очень важно девчонки здесь каждый меряет на себя то есть длина вот этого погона должна быть вот одевайтесь здесь очень хорошо мерить удобно одевайте прямо на себя и вот уже с горловиной прям вот этот полуфабрикат вы одеваете и определяете где заканчивается вот этот вот погон вы можете хотеть нормальную жилеточку вот на стыке руки и плеча закончить да и здесь уже разделить вы можете сделать вот этот кокон как бы провязать длиннее и отсюда уже разделить у вас получится такая себе как бы жилеточка свободная кстати которая сейчас модные если у плеча это будет по телу нормальная жилетка ну классическая по сути вот то есть на этом этапе вы определяете ширину изделия ну и соответственно плечевой как бы плечиком вот смотрите я определила по длине то есть я хочу посвободнее еще что вы можете проконтролировать на этом этапе ширина изделия вот вам нужно одеть всевозможные спицы и вот так вот половину измерить это и будет ширина изделия у меня это 55 сантиметров вот что меня меня в принципе устраивает на моем жилете 55 сантиметров это и не свободный как вот как эти коконы и не в обтяжку и не в обливку значит я что я делаю я разделяю вот в средине погона и буду дать только переднюю деталь сейчас здесь я разделила в средине погона и здесь разделила в средине погона и получилось что я осталась на передней детали вязать буду чулочной гладью поворотными рядами при этом сразу же буду оформлять пройму так здесь у нас мы поворачиваем эту петлю потому что было было вязание в круговую вот сейчас покажу как мы будем оформлять она будет цель навязанная просто она будет такая вот как бы закончена здесь уже добавление никакие мы не делаем здесь не нужно вот это будет я видите отделена в средине две петли с погоном кромочная здесь будет лицевая изнаночная лицевая вот это вот изнаночная то есть пять последних петель значит изнаночная лицевая изнаночная уже не нужно лицевая кромочная изнаночная то есть у кромочной у нас должна быть лицевая петля далее две изнаночные то же самое у нас будет из другого конца можно еще как вариант здесь оформить двойной кромочной что тоже можно кромочной лицевой петлей тоже будет красиво симпатично я же решила вот так вот таким вот образом можно кстати поцепить здесь маркер до чтобы эта планка у нас нет но она не потеряется сейчас буду вязать переднюю деталь отдельно и заднюю отдельно вот в середине погона я разделила 4 5 петель еще 2 петли до этих значит здесь у нас лицевая 5 петель до конца изнаночная лицевая изнаночная и кромочная изнаночная то есть в лицевом ряду у нас получается то же самое что и на другой стороне после кромочная лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот таким вот образом мы этот край так и вяжем в середине в промежутках между этими краями мы вяжем чулочную гладь и на ширину проймы вернее на высоту проймы и так прорезала смотрите как раз довязала 11 моток и у меня получилось хватило до проймы довязать переднюю деталь здесь у меня разрез 21 20 21 сантиметр вот теперь я перехожу на вот эту вот детальку как я так интересно перехожу это же получается у меня сейчас изнаночная сторона и что я здесь делаю то же самое что и впереди я делаю отделяю вот этим вот точно так же видите как она она хоть не она не закручивается просто для чего это все нужно значит я сейчас нахожусь на изнаночной стороне так нить оставлю так чтобы достаточно было продеть в иглу чтобы потом оформить это все значит кромочная и изнаночная лицевая и изнаночная лицевая потому что это у нас изнаночный ряд то же самое я сделаю в конце ряда и вяжу то же самое количество петель что и на передней и на передней детали количество вернее количество рядуков эти заговариваешь уже так здесь 5 петель мы довязываем вот они 5 петель значит лицевая и изнаночная лицевая изнаночная и кромочная и продолжаю вязать ровно пересчитаю сколько здесь у меня рядов провязано и точно также продублирую эту вторую часть очень мягкая такая приятная пушистая и мягенькая такая прям мими-ми-ми пряжа так мы провязали вот смотрите пройму с обеих сторон вернее и передней и задней детали вот видно одинаковое абсолютно одинаковое количество рядов сантиметрах 20 21 говорила но еще здесь потом я закреплю где-то 20 сантиметров будет и сейчас я соединяю это все дело в цельное вязание каким образом мне нужно здесь у меня две кромочные как бы встречаются не нужно их провязать вместе чтобы образовалась одна изнаночная смотрите если я присоединяю то здесь у меня лицевая кромочная кромочная лицевая и вот эти вот две кромочные от обеих деталей я провязываю вместе изнаночной здесь вот эта ниточка и у меня от этой детали потом я ее обработаю значит что я дальше делаю дальше у меня получается вот изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная между ними и здесь тоже лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть по бокам вот эту вот как бы планку я продолжаю вязать с обеих сторон сейчас я передвигаюсь к другой стороне и сделать то же самое точно также соединю и буду вязать ровненькое полотно какое-то время то есть длину тоже вы можете регулировать уже самостоятельно абсолютно потому что в этом способе очень удобно как раз определять ширину и длину вы можете по ходу определить ширину желаемое изделие и по ходу определить пройму тоже уже на ходу то есть не нужно никаких расчетов замеров предварительных ничего этого не нужно вот и по ходу определить длину длину передней детали длину задней детали то есть где короче где глине длиннее это все очень легко здесь и очень точно потом определяется если вязать снизу вверх то мы не можем как бы сто процентов рассчитать до что в этой точке у нас закончится изделие она может потянуться может деформироваться могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства замеры вот сможет обвиснуть папа поэт собственным весом а вот здесь вот уже она и обвисшие и сформированное все как положено будет там где нужно вот здесь я вяжу изнаночная лицевая изнаночная лицевая 2 изнаночные провязываю вместе то есть две кромочные обеих детали здесь вот у меня лицевая изнаночная лицевая изнаночная далее чулочная гладь и продолжаю теперь по кругу вязать круговую провязана у меня вот я как раз у конца второго клубка начало 3 то есть сейчас у меня ушло 300 грамм уже на этом этапе и у меня вот проймы 19 сантиметров теперь я разделяю снова спинку и переднюю деталь вот здесь вот у меня началась вот это резинка 1х1 и я продолжаю вязать резинкой 1х1 в надежде что там у меня все сойдется в конце сейчас посмотрим то есть всю деталь всю спинку я вяжу резинкой как думаете сойдется совпадет она у меня там или не совпадет сейчас посмотрим сейчас я нахожусь на спинке вот она моя ниточка по которой я определяю я ее снова отделяю буду вязать отдельно прекрасно все у меня тут совпадает смотрите как прекрасно теперь из вот этих вот петель я вяжу до средней изнаночной и ее я тоже включаю в работу она у меня переходит в кромочную то есть она была кромочной до этого она и и и останется и поворачивая то же самое и делаю с другой стороны и вяжу сейчас спинку отдельно резинкой 1х1 номер 4 номер 4 номер 5 курочка номер 5 и вот здесь вот тоже смотрим значит это изнаночный ряд значит у меня не нужно закончить вот здесь вот на средней петли изнаночном ряду она лицевая но так как она переходит в кромочную я ее провязываю изнаночной и все вяжу только вот эти вот петли спинки все петли переда у меня отделены вот здесь вот а здесь петли спинки которые я вижу и так я провязала 18 рядов пока это без дт о 15 сантиметров и теперь буду вязать передний и закрыла петли иглой девчонки покажу вам на передние детали теперь переднюю деталь что нам нужно сделать нам нужно восстановить ту кромочную петлю которую мы убрали я ее возьму так вот из этой изнаночной и провяжу и далее вяжу вот эту переднюю деталь то есть я ее добавила эту кромочную петлю которые вы помните здесь вот провязали две вместе сейчас я все восстановила здесь я тоже перехожу на резинку один один так в конце то же самое мы добавляем кромочную и теперь продолжаю вязать ну половину вот этого вот размера величины и так провязала я три четыре пять десять рядов вот она как выглядит видите в половину чуть 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 больше чем половинка и закрывать иглой для этого нужно игла соответственно и отмерить длину нити вот как заявляется три длины плюс на продевание в иглу и узел 1 2 давайте я отмерю 4 вот так вот запасом потому что у меня резинка до 4 как бы длины вот способ это я ненавидела знаете почему потому что я в нем как бы изначально не разобралась я пару раз вот давно смотрела видео читала ничего мне было непонятно и вот последнее время девчонки я его безумно полюбила правда вот очень классный способ иглой если разберетесь один раз вы больше другим способом резинку один на один закрывать не будете это я вам ответственно заявляю значит что мы делаем начало ряда вот смотрите у меня 2 лицевые я беру их вот так вот одеваю на иглу и протягиваю нить что я поняла из опыта вот нить затягивать сильно не нужно вот она здесь кромочная моя и 1 лицевая я отворачиваясь на изнаночную сторону и продеваю иглу снизу вверх в кромочную и вот здесь вот видите у меня перекрученная это лицевая я беру за вот эту вот стеночку видите не вот так вот продевай а как бы снизу вверх вот чтобы эта петля была развернута и снимаю ее и протягиваем опять же не затягиваем сильно здесь вот смотрите где у нас петля вот она наша петля я продеваю петлю сверху вниз и здесь сзади как бы снизу вверх ну то есть сзади продеваем и снимаем то есть по сути мы попарно вот так вот теперь смотрите вот вот она петля следите за тем чтобы она не спряталась эта петля вот в нее мы продеваем сверху вниз снизу вверх то есть мы эти пары лицевую вот она петля видите вот она ниточка которой мы прихватили обе петли а вот она сама петля сверху вниз снизу вверх вот чтобы видите вот образовывается тоже как бы косичка и протягиваем здесь опять же вот желательно пальчиком вот так вот придерживать чтобы петелька у нас осталось как бы вытянутой снизу вверх вернее сверху вниз снизу вверх вот если смотреть вот так вот на эту сторону и вот так вот таким вот образом мы проходимся весь край у нас получается шикарный красивый фабричный краешек я же говорю я боялась этого всю жизнь этого способа один раз признаюсь один раз я попробовала и запуталась в этих как бы петлях вот потом даже не пробовала я его панически боялась этого способа но моя ошибка была в том что я начала пробовать на тонких этих ниточках и поэтому мне было плохо видно первый раз девчонки если вы учитесь вот возьмите самую толстую пряжу чтобы вы понимали где вот это вот петелечка видите вот она здесь потому что они очень быстро эти петельки если их вот не придерживать и не контролировать вот она видите она убегает туда вовнутрь и очень сложно потом ее найти если она убит поэтому я вот так вот придерживаю пальцем их чтобы они не убедали вот и все я же говорю я в этот способ закрытия петель влюбилась после долгих лет страха вот как можно тогда теперь единственное что могу сказать ничего не надо бояться надо выделить немножко времени и попробовать действительно когда она уже рука набьется тогда уже ничего не страшно и кажется все что что все очень просто вот так вот закрываю все петельки уже детей как она прячется поэтому лучше вот так вот придерживайте пальчиком тогда они будут на виду потом уже отпускать вот пока вам нужно ее захватить вы ее придерживайте здесь вот видите ниточку не сильно затягиваем так в конце будет изнаночная кромочная у меня последние вот так вот я еще раз прикреплю вот все девчонки и и увожу теперь ниточку сюда к разрезу и что я сделаю я еще здесь вот делаю такую закрепочку чтобы она хорошо смотрела ну зафиксировалась разрезик видите он такой расхлабанный а мы его сейчас тут зафиксируем хорошенечко вот так вот 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 отлично так здесь у нас что смотрим ладно я здесь ничего не буду делать посмотрю как будет после стирки тут где у нас ниточки я закреплю а ту сторону оставлю увидим как она после стирки себя покажет и либо я тоже сделаю такие захваты да вот здесь вот видите где у меня ниточка здесь я сделаю а потом сравним да и потом решим здесь тоже просто потом посмотрим отличаю если там отличие будет ли отличие да я думаю будет посмотрим ну вообще что хочу сказать пряжа безумно безумно приятная мягенькая я если честно у нас 35 градусов в украине и я вязала в одних трусиках в квартире потому что кондиционера нет и вот я насколько девчонки я очень чувствительно на любое покалывание вот это на потное обнаженное тело я вообще не чувствовала что это пряжа да и ничего меня не не кололо и не было никакого дискомфорта что очень очень мягкая девчонки а еще постирается обработка вот это смоется посмотрим сейчас все я вам расскажу по поводу это даже если бы мы не продавали эту пряжу я все равно бы они такой же отзыв оставила так все я отдаю руки воде это изделие потом вам покажу и 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